МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара сегодня. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Ни машин, ни денег. В Самаре идет процесс по скандальному делу АЗР Моторс. Поехали наводить порядок. Сотрудники Росреестра напомнили хозяевам кафе на Алматинской про земельное право. Сталинка на Новосадовой заиграла новыми красками, суперпрочными. Подрядчик на капремонте решил не экономить. Много фактов не бывает. Самарская газета запустила цикл лекций о Куйбышеве в годы войны. Недалеко уехали. Громкое дело по обвинению в мошенничестве учредителей гендиректора фирмы АЗР Моторс Владимира Калинченко добралось до суда. Телеканал Самарегис давно следит за этой скандальной историей. Ее фабула проста, если не сказать примитивно. Еще в 2014 году компания собрала деньги с покупателей машин, но автомобили они так и не дождались. Бизнесмен себе виноватым не считает. Говорит, это кризис его попутал. Версия потерпевших, конечно, иная. Сегодня обманутых в своих надеждах людей выслушал суд. Олег Зверев тоже изучил материалы дела. Заплатил деньги в полном объеме. Потом сказали, что какими-то финансовыми затруднениями вашего автомобиля не будет. И таких историй больше сотни. Заплатили первоначальный взнос, взяли кредит, а в итоге ни машина, ни денег. Дмитрий Корнеев один из тех, кому уже удалось вернуть вложенное. Но еще десятки клиентов АЗР Моторс Самара вынуждены обивать пороги. Еще в 2014 году официальный дилер Рено заключил с ними договоры на продажу автомобилей, которых так и нет. И вот бывший генеральный директор компании Владимир Калинченко на скамье подсудимых. Сегодня суд допросил потерпевших. По словам адвоката, виной всему кризис, который нарушил привычный ход, в общем-то, честного и стабильного бизнеса. Вы вспомните 2014 год. Это кризис в России. Это курс доллара в два раза. Это закрытие автосалонов, я не говорю других предприятий. Это банкротство автосалонов, падение продажи автомашин на 60%. Вот и вся эта лавина произошла. Уголовное дело против Владимира Калинченко насчитывает 108 эпизодов. Ущерб оценивается в 40 миллионов рублей. По словам адвоката, его подзащитный уже погасил часть долга перед покупателями и собирался полностью расплатиться. Но имущество компании арестовали, как и самого Калинченко. Впрочем, потерпевшие в лаги и намерения экс-руководители фирмы не верят. Он выглядит сейчас здоров, полон сил. Об возмещениях потерпевшим, которым говорят его уже пятый адвокат, никаких возмещений от него не будет, как и не было. Он себя, в принципе, виновным не признает и не раскаивается в содеянном. По закону Калинченко грозит до 10 лет лишения свободы. Своей вины он не признает. Несмотря на все доводы защиты, действия Калинченко квалифицируются по статье «мошенничество в особо крупном размере». Я не вижу, не усмотрела в рамках изучения уголовного дела того факта, что машины задерживались как-то по причинам, независимым от подсудимого, от Калинченко в частности. Машины людьми проплачивались, а деньги в РНО России, в Москву не уходили. Поэтому машины не то, что они где-то задерживались, а машины просто не поставлялись. Они уходили в другие регионы. Еще одно обстоятельство непользу Владимира Калинченко – документы на часть машин были заложены в банке. Тем не менее, в АЗР «Моторс Самара» заключали договоры на продажу этих автомобилей. Обвиняют Калинченко и в растрате имущества компании. По данным следствия, он взял из кассы 9 миллионов рублей. Олег Зверев, Сергей Баскин, события. К ним приехал ревизор. Владельцам незаконных кафе и автомоек на Алма-Атинской напомнили о необходимости оплачивать штрафы. В гости к должникам сегодня заглянули сотрудники Росреестра. Дело в том, что почти каждая постройка в этом районе возведена с нарушением закона. Что не мешает коммерсантам игнорировать штрафы и спокойно работать, иногда делая паузу на общение с контролерами и журналистами. В причинах такой, мягко говоря, ненормальной ситуации разбиралась Валерия Макарова. Улица Алма-Атинская – это целый район ресторанов, гостиниц, автомоек и саун. Все они здесь, по данным Росреестра, появились незаконно. По документам, на этой земле можно разве что выращивать картошку. Зона Р-5 подразумевает только садово-дачные участки и коллективные сады. Из-за этого местным бизнесменам регулярно приходится оплачивать штрафы, ведь землей они пользуются не по назначению. К должникам сегодня приехали сотрудники Росреестра. В первом же ресторане нас встретил удивленный бармен. А задолженность он слышит впервые, владельца и управляющего на месте нет. Зато на следующей точке хозяин офисного здания сам вышел к журналистам, рассказал о проблемах насущных. Посетовал, что постройку его не хотят регистрировать. Все потому, что к этому району сейчас особое внимание властей. Бизнесмены предлагают решить разом все проблемы, перевести эту землю в зону С-2. Она разрешает строительство коммерческих предприятий. Процедура, однако, сложная. Несколько уровней согласования и публичные слушания. Все хотят это перевести. Нам почему-то не идут навстречу. Да, это незаконное строительство. Да, мы готовы оплатить административную штрафу, чтобы перевели зону с Р-5 в зону С-2 в коммерческую пользу, платить, соответственно, другие налоги. Налоги действительно вырастут в разы, что городскому бюджету, конечно, на руку. Предприниматели утверждают, что готовы добросовестно платить. Лишь бы их самовольные постройки узаконили. В Росреестре объясняют, бизнесмены сами создали себе проблемы и теперь хотят, чтобы их решили. Если бы собственники, приобретающие здесь участки, сразу знали, что они планируют использовать его для коммерческих целей, им до того, как начинать строительство, нужно было в первую очередь попытаться решить вопрос о смене зонирования. Практически каждому владельцу кафе или автосервиса на Алма-Атинской приходят штрафы за нарушение земельного законодательства от 10 тысяч рублей. Но они, видимо, не сильно волнуют бизнесменов. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. В Самаре отметили День полиции. Утро сотрудники внутренних дел встретили у Вечного огня на улице Куйбышева. Там они почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. А потом начальник главка Сергей Солодовников наградил лучших полицейских медалями и внеочередными званиями. Сергей Кизоркин расскажет, легко ли в Самарской области сохранять закон и порядок. Советская милиция, российская полиция. Название поменялось, суть осталась. Свой профессиональный праздник сотрудники МВД начинают отмечать по сложившейся традиции здесь, на Куйбышево, 42, у мемориала погибшим полицейским. Церемония скромная. Возложение цветов – короткая молитва в часовне. Возвращение в Санкт-Петербург. Все начинается от этого мемориального центра. Татьяна Гусева на службе в полиции уже больше 20 лет. Решила уйти на заслуженный отдых. Начальник областной полиции Сергей Солодовников попросил остаться. И в профессиональный праздник за отличную службу в торжественной обстановке в управлении МВД присвоил командиру конной полиции Тольятти внеочередное звание – майор. Татьяна Гусева решила еще послужить родине. Правда, на работу приходится ездить из Самары. Начинала почти с истоков. Много лошадей у нас стало. Хороший личный состав. Можно, конечно, работать. Но то, что дорога занимает много времени, тяжеловато. Но если уже пообещала генералу остаться, придется остаться. Самарская полиция стала ближе к народу. Так считает ее начальник Сергей Солодовников. На церемонии награждения лучших сотрудников он отметил медалями. И поблагодарил своих подчиненных за то, что патрули и дружинники – уже норма жизни на городских улицах. И как следствие, криминала за последние два года стало меньше в среднем на 10%. А раскрываемость преступлений возросла. Из 10 случаев 7 заканчиваются уголовными делами. Мы должны быть крепки, духом. Мы должны быть способными в любую минуту защитить нашего гражданина. Мы должны быть готовыми выполнить любую задачу, поставленную президентом. Мы должны быть готовыми защитить наш собственный народ. Праздник День полиции продолжился в филармонии. На концерт приглашены сотрудники вместе с семьями. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. С профессиональным праздником сотрудников полиции поздравил и губернатор Самарской области Николай Меркушкин, поблагодарив их за мужество, самоотверженность, инициативу и профессионализм. Сегодня от эффективной работы полиции во многом зависит реализация планов правительства по обеспечению безопасности жителей и дальнейшему развитию губернии. Уверен глава региона, отмечая, что многие сотрудники полиции, цитата, «прошли через горячие точки, где рискуя здоровьем и жизнью защищали интересы государства. Свои лучшие качества они проявляют и в повседневной службе». Конец цитаты. О бессмертных гусарах замолвили слово. 91-я отдельная бригада управления 2-й гвардейской армии получит почетное название «Александрийская» в честь 5-го Александрийского гусарского полка. Он дислоцировался в Самаре в начале прошлого века. В этом году полку исполняется 240 лет. В честь этого события в Самарском музее Центрального военного округа создан зал боевой славы Александрийского полка, а военно-исторический клуб снял фильм «Бессмертные». Почему же об этих гусарах помнит до сих пор, расскажет Лариса Шалафаст. На берегу реки Кацбах, почерневшие от дождя и крови, сошлись в яростные схватки французские кирасиры и русские гусары. По всем законам военной науки, закованные в стальные латы всадники должны были снять и растоптать легкую кавалерию. Но вышло наоборот. О боевых подвигах гусар Александрийского полка в 19 веке знала вся страна. Бесстрашные и смелые офицеры были готовы отдать жизнь ради своего отечества. В бой шли с девизом «Победи или умри». Служить в таком полку было престижно. В Самару 5-й гусарский Александрийский полк передислоцировался осенью 1910 года. Уже через 4 года он отправился на фронт. Практически сразу в самарских газетах начали появляться статьи о героических поступках бессмертных гусар. Уроженец села Елховка Самарской губернии Николай Кочетов после гибели командира взял командование на себя и лихой контратакой обратил противника в бегство. На счету Александрийского полка сотни побед. Славное дело своих предков продолжает 91-я отдельная бригада управления 2-й гвардейской армии. Она 65 лет дислоцировалась именно в Александрийских казармах. И во время Великой Отечественной войны воевала в тех же местах, где в Первую мировую сражались бессмертные гусары. И теперь 91-я бригада получит почетное звание Александрийская. Такое поручение дал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Таким образом мы храним традиции и храним память о той части. То есть вместе с почетным наименованием передается все традиции этого полка. Соответственно мы попытаемся восстановить и музей этого полка уже в части. Ну и военнослужащие могут чистить свою историю уже не с 42-го года, когда образована эта бригада, а с 1776-го года, когда образован Александрийский полк. После подготовки документов и согласований с Центральным военным управлением, 91-я бригада вместе с названием получит все права этого полка. Таким образом военная часть будет хранить традиции и память о славных бессмертных гусарах. Лариса Шлафаст, Юрий Корнаухов, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других темах дня. В Самарской области полицейские поймали юношу с полутора килограмм метра тела. Это произошло в Чапаевске. Как рассказали силовики, у мужчин обнаружили желтоватое кристаллическое вещество, как позже подтвердили эксперты. Это тротил. Как рассказал сам подозреваемый, тротил он нашел в заброшенном здании. Молодой человек уже был ранее судим. Срок перекрытия улицы Демократической в Самаре продлен. Это связано с реконструкцией Ташкентской. Ранее планировалось, что магистраль закроют на три ночи, но этого времени рабочим не хватает. Дорога будет закрыта ночью с 9 ноября по 12. Безработный самарец пытался нажиться на чужом горе. Он выманил у соседки 11 тысяч рублей за хранение тела ее отца в морге. И даже выписал от имени больницы фиктивный чек. Возбуждено уголовное дело, ущерб возмещен. В следующие три года в Самаре не будет новых масштабных строек. Деньги будут выделять лишь на наиболее приоритетные направления. Основные средства Минстрой даст на подготовку проведения чемпионата мира по футболу, на строительство инфраструктурных объектов в Тольятти, программу переселения граждан из аварийного жилья и расходы на проектирование и строительство метрополитена, а именно на достройку станции метро «Алабинская». В трехлетний период будет закончена реконструкция Самарта и реставрация здания дореволюционного ресторана «Аквариум» на Самарской. В Самаре виолончелист с мировым именем Александр Бузлов сыграет увертюру Бетховена. Субботу, 12 ноября, в 18.30, в Самарской филармонии он даст концерт. Лауреат престижного международного конкурса имени Чайковского выступит с Академическим симфоническим оркестром под управлением народного артиста России Михаила Щербакова. В Самаре растет количество домов, отремонтированных к чемпионату мира. Сегодня комиссия приняла очередное готовое здание на Новосадовой. Особенность объектов в технологиях, которые здесь применили. Современный грунт и краска предотвращает появление микротрещин на фасаде. Стоят такие материалы, конечно, дороже, зато за результат подрядчик отвечает, что называется, головой. Какой вердикт вынесла комиссия, знает Валерия Макарова. О том, каким этот дом был до ремонта, его жителям остается только вспоминать. И слава богу, говорят они. Мы рады, конечно, нам сделали фасад. У нас трещины были главной проблемой. Очень большие, глубокие трещины. Трещины эти, объясняют строители, появились из-за возраста дома и потому, что старый фундамент дает просадку. Это учли и для ремонта использовали современные материалы. Грунт, который упрочняет поверхность и латексную краску. Особенность ее в том, что она тянется, как резина. Эта краска в силу своих свойств, вот этой эластичности, не дает возможности появлению трещин, микротрещин. То есть позволяет более длительный срок работать с покрытием на фасаде и иметь более длительный товарный вид. Подрядчик выбора материалов остался доволен. Хоть и переплатил, зато за качество отвечает. Я сколько знаю, 62 даже рубля за килограмм уже уколировано вот этим цветом есть. А эта краска где-то 250 за килограмм, понимаете? Ну а она, например, долговечная. Я получу меньше прибыли, но буду спать спокойнее. За свой новый фасад, а главное, современные и долговечные материалы, которые здесь использовались, сами жители не заплатили ни копейки. Дом был отремонтирован по программе подготовки к чемпионату мира, потому что здание расположено на гостевом маршруте, который проходит как раз вдоль улицы Новосадовая. Ремонт обошелся областному бюджету в 5,5 миллионов рублей. Кроме фасада, здесь восстановили лепнину и козырьки подъездов, заменили водосточные трубы. Сделали все за два месяца. Качественно так, что ни одной претензии на приемки. Эта сталинка – одна из 64 домов, которые в этом году обрели новое лицо. На следующий год планируется еще отремонтировать порядка 90 многоквартирных домов. В основном это гостевые маршруты, находящиеся по адресам по улице Новосадовая, Московское шоссе и Волжский проспект. Речь идет только о тех домах, где заказчик – фонд капитального ремонта. Всего же по программе подготовки к чемпионату мира в Самаре приведут в порядок больше 800 фасадов. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, События. Хорошая новость для любителей путешествий. С начала декабря билеты на поезда можно будет купить за 90 дней до поездки. Подробности у нашего экономического обозревателя Ларисы Шалафаст. Здравствуйте. Цена на нефть стабилизировалась после резких колебаний накануне. Сегодня за один баррель марки Brent дают 46 долларов 70 центов. Американская валюта начала падать. На 11 ноября Центробанк установил курс доллара на отметке 63 рубля 41 копейка. Евро 69 рублей 33 копейки. Золото стоит 2679 рублей. Серебро 37 рублей 51 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 65 рублей 26 копеек. Дороже всего продать за 62 рубля 14 копеек. С 11 декабря РЖД увеличит срок продажи билетов на дальние поезда до 60 суток. А затем и до 90 суток. Сейчас приобрести билет можно только за 45 дней до поездки. Аэропорт Курумыч начинает обслуживать международные трансферные рейсы. Первым таким маршрутом станет ежедневный рейс Москва-Самара-Алматы. К концу года администрация Самары получит 65 квартир для детей-сирот от фонда жилья и ипотеки. Сейчас Савжи достраивает дом на улице Блюхера и предоставит долгожданные квадратные метры в рамках муниципального контракта. На этом все. Удачи в делах. Граждане России теперь официально школьникам советского района Самара вручили их первые паспорта. На торжественную церемонию пригласили тех, кто отличился в учебе, спорте и творчестве. Эмоции детей и их родителей в репортаже Валерии Макаровой. В октябре восьмиклассница Настя Ковригина отметила свой 14-й день рождения. А сегодня сделала еще один шаг во взрослую жизнь. Получила паспорт. Она оказалась среди лучших учеников школ советского района Самары. Здесь отличники и победители олимпиад, спортсмены и музыканты. Я хожу в музыкальную школу, учусь, вокалом занимаюсь и хожу на дополнительные, то есть альфеджио, музыкальные тиратуры. На много конкурсов ездила, выступала. Таким талантливым и активным школьникам паспорта вручают торжественно. Это уже традиционная для советского района акция «Ты гражданин России». В этом году это у нас уже вторая акция. Мы вручали накануне памятное Дня Победы с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны. Ну а здесь вот мы решили приурочить это к памятной даче. Это парад памяти, который у нас прошел буквально недавно, 7 ноября. 21 школьник сегодня получил официальный документ гражданина России. Волнительный момент и для родителей, ведь дети стали взрослее. Валерия Макаров, Константин Головин, События. Первым делом самолеты. Становление Куйбышева как промышленного центра начиналось с авиационных заводов. Андрей Горгуленко стал одним из слушателей традиционных исторических лекций. В Самарской газете и узнал, кто стоял у истоков индустриализации Куйбышева. 6 августа 1940 года принимается решение о строительстве крупного авиационного узла. Куйбышев был не только космической столицей СССР, но и авиационной. И получить этот статус позволило активное строительство заводов в 40-е годы прошлого века на Беземянке. Тогда это даже сделал город объектом номенкулатурных споров. Нарком авиационной промышленности пытался перевести в свою структуру особостроительство НКВД. Вот собственно из наркомата внутренних дел в наркомат авиационной промышленности. И возник такой конфликт между двумя известными государственными деятелями. Между Шахурином, наркомом авиационной промышленности, и Берией, который был наркомом внутренних дел. Во время войны в Куйбышеве строили и оборонные объекты. Аэродромы и знаменитый бункер Сталина. Большую роль в возведении промышленных объектов сыграли заключенные и военно-пленные. Тема довоенного Куйбышева очень интересная. Мы знаем, у нас есть тема запасная столица. А как к этому город наш шел, это очень интересно. Какими силами и для чего здесь были построены заводы. Почему они начали... Строительство началось до Великой Отечественной войны, а не во время. Ответы на свои вопросы многочисленные любители самарской истории получили. А значит, можно готовиться к инспектированию следующих лекций. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Зубы – единственный человеческий орган, который дается природой дважды. Стоматологи со всей России приехали в Самару на ежегодную выставку «Дентал-экспо». Чем она полезна для профессионалов и пациентов, узнала Марианна Мирная. Зубные вопросы бурно обсуждаются возле специфических стендов. Здесь протезы, хирургические инструменты, новейшие материалы для имплантации. Самара признанный лидер в области стоматологии. Самарский регион является одним из базовых вопросов стоматологии. Как в научной сфере, так и в сфере внедрения технологий и бизнеса в чистом виде. На выставке «Дентал-экспо» уже в 19-й раз стоматологи собираются в Поволжье, чтобы обменяться опытом продемонстрировать новинки. Он превращается не столько в выставку, сколько в форум. Это настоящий форум трехдневный, где по-настоящему врачи, студенты заинтересованы уже сразу потрогать руками инновационный продукт. У стоматологов вот это общение, оно настолько регулярно. А в этом году он посвящен, он с международным участием в форуме и посвящен 50-летию стоматологического образования нашего университета. Выставка форум продлится три дня. За это время специалисты отрасли смогут обзавестись новыми партнерскими отношениями и познакомиться с новинками в области стоматологии. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. ЦСКА ВВС проиграл чебоксарам на выезде в высшей хоккейной лиге. Анастасия Турчева выиграла серебро всероссийских соревнований под дзюдо. Ирина Охотникова – первый номер юниорской сборной страны по фехтованию. Шпажистка Ирина Охотникова выиграла золотую медаль всероссийских соревнований среди юниорок. В финале ей сдалась москвичка мастер спорта Кристина Ясинская. Первый раунд остался за самарской спортсменкой, второй прошел на равных. И все решила победная атака. 15-14 в пользу Охотниковой. По итогам турнира Ирина теперь будет выступать за сборную России на первенствах Европы и мира. Чуть менее успешно выступила дзюдоистка Анастасия Турчева. Она заняла второе место весовой категории до 52 килограммов на мемориале Калашникова в Ижевске. В финальной схватке Турчева не сумела положить на обе лопатки соперницу из Санкт-Петербурга Евдокию Баранову. Дзюдоистка из северной столицы четко отработала в защите на контрприемах. Бронзовые медали у Марианы Мамитовой из Краснодара и Дарьи Грибановой из Курска. Хоккеистам ЦСКА ВВС не удается выиграть в четвертом матче подряд в высшей хоккейной лиге. На выезде они уступили на этот раз чебоксарам. Вся игра для военных летчиков прошла в догонялке. В первом периоде хозяева повели в счете 2-0. Гости сократили отставание. Второй отрезок времени тоже оказался результативным на голы. Однако чебоксары опять оказались в фаворе. И на этот раз 2-1. В третьем периоде болельщики заброшенных шайб не увидели. Поражение ЦСКА ВВС-2-4 и военные летчики спланировали с 5-го места на 7-е из 10 возможных в чемпионате страны. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok